С 1 января 2019 года на территории Пермского края услуга за вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов исключена из состава платы за содержание жилого помещения и включена в состав платы за коммунальные услуги. Изменения в утилизации мусора запустили череду нововведений в плане содержания контейнерных площадок, мест и способов утилизации отходов, технического оснащения и самого подхода к чистоте. Главным вопросом на первом этапе создания новой системы вывоза и утилизации мусора стало определение единого регионального оператора. Прикамье твердые коммунальные отходы взяла под контроль компания Теплоэнерго. С 1 января 2019 года краевое предприятие занимается обеспечением сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО на территории региона. Предприятие определило одну из основных задач первой половины года – обеспечить максимальный охват территории. Промежуточные результаты показали, что 96% жителей Пермского края стали получать услугу по вывозу бытового мусора. До экологической реформы данная услуга оказывалась лишь 60% населения. В Прикамье было установлено более 17 тысяч точек сбора мусора. В сравнении с концом 2018 года количество точек сбора мусора увеличилось в три раза. Оригинальный оператор наш Пермский взаимодействует с полигонами и с компаниями, которые транспортируют отходы на территории края. Ну и, соответственно, они развивают в том числе нашу инфраструктуру. За этот год, за 19-й, первый год реформы, связанный с обращением с ТКО, были реализованы ряд мероприятий. В том числе было увеличено количество точек, обслуживаемых на территории края. В рамках комфортной городской среды организованы контейнерные площадки, порядка 500 штук. А также региональным операторам были закуплены более 12 тысяч контейнеров. Основным итогом стало следующее. То, что весь мусор, который образуется в крае, уходит на полигоны, а не оседает, как раньше, в лесах, на свалках и так далее, несанкционированных. Это первый итог. Второй итог. Мы дошли до тех территорий, откуда раньше не возилось. Вот это ключевые итоги. Сейчас следующий этап. Когда мы прошли этап масштабирования, то есть развертывая горизонтальной сети, сейчас у нас следующее – это повышение качества услуги. В частности, к повышению качества относятся налаживание графиков обустройства контейнерных площадок совместно с правительством Пермского края и органами местного самоуправления, замена и закупка контейнерного парка. Еще на этапе проработки реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами власти определили ее острую необходимость. Запущенные свалки, отсутствие должной переработки, неправильное содержание площадок и сортировка мусора. Проблемы в сфере, как снежный ком, долгие годы только копились. Однако не только региональные власти озадачивались вопросом чистоты пространства. Волна изменений прокатилась по всей стране. Наконец, с 2018 года в России перерабатывалось менее 10% отходов, когда в развитых странах эти показатели составляют от 60 до 80%. Закрывая глаза на мусор под ногами, во многих районах Пермского края образовались огромные завалы. Любой овраг в малом населенном пункте – потенциальная несанкционированная свалка. На просьбы, поступающие от добросовестных жителей, не мусорить, люди лишь отмахивались. Мол, яма с мусором есть, значит, так и должно быть. Сколько раз проезжала, сколько раз и говорила людям, что валить нельзя, они все равно валят. И в округе возят, и в сполазные возят. Деревня Мохова Добрянского района – живой пример того, как на практике изменился подход к чистоте окружающей среды в Прикане. Несанкционированная свалка в населенном пункте безостановочно копилась. И только после того, как на территориях начал работать региональный оператор, появился обратный эффект. Свалка большая, на самом деле данная свалка копилась уже годами. Примерный объем 135 кубических метров. Ликвидацией занимаемся с 27 июня. Уже в течение, на протяжении трех дней ликвидация продолжается. Муниципалитеты и региональный оператор по обращению с ТКО «Теплоэнерго» совместно выявляли и принимали меры по очистке подобных мусорных оврагов. В течение 2019 года в Пермском крае ликвидировали более 700 диких свалок. Актуальных тем для обсуждения стало заключение договоров с региональным оператором. Если для жителей многоквартирных домов услуга вывоза мусора показывается в рамках договора оферты, то для представителей бизнес-сообщества необходимо пройти процедуру заключения договора с региональным оператором по обращению с ТКО. Эти правила прописаны и в жилищном кодексе. Физическое и юридическое лицо обязан обеспечивать обращение с ТКО путем заключения договора с региональным оператором. В мае месяца текущего года мы заключили договор с региональным оператором теплоэнерго на вывоз твердых коммунальных отходов. Подготовили площадку, затрат это особых не потребовало. Заключили, утвердили график вывоза отходов. То есть нас все устраивает, существует порядок определенный. По результатам 11 месяцев 2019 года договор на оказание услуги вывоза ТКО заключены более чем с 13 тысяч представителями бизнес-сообщества, в том числе ИП и ООО. И эта цифра продолжает расти. Так заявки на заключение от коммерческих организаций поступают ежедневно. Стоит отметить, что ежедневно договоров мы заключаем порядка 100-150. Кроме этого, порядка 200 находятся в редакции. Для того, чтобы заключить договор с региональным оператором, то есть не обязательно ехать сюда в офис, можно это все сделать дистанционно. На практике оказалось, что заключение договора – процедура нескольких минут. Договоры на вывоз твердых коммунальных отходов люди заключали в офисе компании «Теплоэнерго». Я сегодня случайно поехала в Перми, решила сюда заглянуть. И мне очень повезло, что меня приняли и без записи. И буквально я курирую три организации в Чернушке как юрист. И по всем трем организациям мне сегодня удалось решить буквально за несколько минут все вопросы. Для удобства региональным операторам был увеличен штат сотрудников и число операторов в колл-центре. Кроме того, на официальном сайте регионального оператора был запущен онлайн-помощник. На протяжении года «Теплоэнерго» не только обеспечивала площадки новыми мусорными контейнерами, но и прививала культуру раздельного сбора отходов. Так, в 2019 году между региональным оператором, министерством ЖКХ, группой компании ПЦБК, благотворительным фондом «Обитаемый Урал», компаниями «Экохимпром» и «Алекс-Универсал» были заключены соглашения на вывоз и утилизацию макулатуры, батареек, обработанных по крыше и старой бытовой техники. Первое соглашение с региональным оператором на вывоз и утилизацию переработку старой бытовой техники было заключено еще полгода назад. Есть положительная динамика работы в этом направлении. За полгода в Краснокамском районе мы вывезли более 100 старых холодильников, неликвидных телевизоров, вышедшие из строя бытовой техники. Сейчас на данный момент готовы к переработке 73 килограмма пластика, 400 килограмм железа, 80 килограмм электронных плат, 12 килограмм цветных металлов. На данный момент у нас еще заключено одно соглашение по работе во всем Пермском крае. Тиражирование проектов по переработке бытовых отходов на весь регион позволит в разы увеличить объем перерабатываемого мусора. Это значит, что старая техника не будет покрываться пылью дома или ржаветь в гаражах, а сможет обрести вторую жизнь. Тестируя эффективность различных проектов в сфере работы с ТКО, правительство края и региональный оператор постепенно создают налаженную цепочку от мусорного пакета, положенного в удобный контейнер на новой площадке, до полной утилизации или переработки мусора. На будущий год уже составлены новые планы, цель которых – достичь максимального эффекта от мусорной реформы как для жителей, так и для экологии региона в целом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова